70 лет готовят филологов и постигают тайны русского языка. В университетском корпусе у Золотых Ворот всегда царит особая атмосфера. Преподаватели и студенты шутят, сами стены здесь научены. Доктор филологических наук Марина Пименова раньше сама училась в этих аудиториях, а теперь ведёт занятия, принимает зачёты, экзамены, работает с дипломниками и аспирантами. Кафедра — это моя жизнь, это здание, это моя жизнь. И в своё время у нас была студенческая песня «Когда-нибудь уже в своей квартире среди ночи сердце радостно замрёт, приснится мне, что в белом старом здании я получил по-русному зачёту». И у меня так получается, что я всю жизнь этот зачёт сдаю. История кафедры русского языка началась в 1952 году. Первым заведующим был Анатолий Орданский, знаменитый учёный, автор многих научных работ по грамматике, лексикологии, истории отечественного языкознания. Одна из аудиторий, где занимаются студенты-филологи, носит его имя. Научную и педагогическую работу на кафедре русского языка в разные годы вели многие выдающиеся учёные. Современные студенты изучают их биографии и работы. Когда мы были на первом курсе, мы как раз-таки занимались историей нашего корпуса, наших преподавателей. Это было очень интересно. Знаменитому учёному, преподавателю, доктору филологических наук Владимиру Фрошоу в этом году исполнится 87 лет. Любовь и уважение к родному языку, умение просто и ясно излагать свои мысли. Он привил многим поколениям студентов. К юбилею кафедры Владимир Иванович записал аудиопоздравления. Главное, чтобы я хотел вас видеть, верность нашим литфаковским традициям и нашей кафедре русского языка, которая прошла большой, интересный путь в своём развитии. Екатерина Кузнецова – выпускница педагогического института, кандидат филологических наук. На родную кафедру русского языка вернулась в качестве преподавателя. Екатерина Александровна вспоминает, что интерес к изучению имён собственных этапонимов, географических названий, ей привела преподавательница Валентина Носкова. «Именно с тех пор я начала думать о том, чтобы продолжать заниматься наукой и остаться в университете и, собственно, работать. Я, конечно, в студентах всегда ценю любовь, с которой я отношусь к науке. И если я вижу в них такую же увлечённость, такую же любовь к слову, какой есть, например, во мне, я тогда готова с ними работать днём и ночью практически». Студенты-филологи отвечают взаимностью. Кстати, по словам преподавателей кафедры, современное поколение не разочаровывает. Мыслят творчески и проявляют искренний интерес к языкознанию. «Это была моя, наверное, мечта детства, потому что с класса пятого я уже определилась в профессии, что я хочу стать педагогом, но русский язык и литература были моими любимыми предметами в школе. На самом деле, в детстве я не очень любила читать, но по-русскому языку у меня всегда была географическая зонкость». За годы существования кафедра русского языка подготовила более 6 тысяч профессиональных педагогов, сотрудников системы образования, журналистов. Выпускники-филологи работают в том числе и на шестом канале города Владимира. К слову, коллектив кафедры и состав студентов всегда был преимущественно женский. Как работает со преподавателем мужчинам? «Очень комфортно, очень хорошо, хотя бы по той простой причине, что у нас в коллективе собрались женщины с мужским складом МОА, как мне кажется. То есть очень всё чётко, ясно, логично, последовательно. Нет никаких проблем в общении». Юбилейные торжества продолжались в течение года. В конце ноября студенты, выпускники и преподаватели собрались на торжественном вечере концерте. Он прошёл в лучших традициях кафедры русского языка. Маргарита Махрова, Надежда Ибрагимова, 6 канал.